Привет всем гостям и подписчикам моего канала Миндузачайный Гаджет, меня зовут Сергей и у меня в руках самый дешевый смартфон от компании Лигу 2019 года на данный момент это Лигу Z10 и именно о нем пойдет речь в этом видео. На данный момент цена в официальном магазине Лигу на Алиэкспресс 37,99. Кроме того, что это самый дешевый смартфон Лигу 2019 года, да еще и самый компактный телефончик. Отлично лежит в руке, даже без чехла, хотя в комплекте еще есть и чехол. А с завода на смартфоне уже наклеена пленка на весь экран. Есть три цвета на выбор в магазине, это черный, золотой и вот такой вот более интересный перламутр или как он называется официально сумерки. В наших широтах думаю, что этот смартфон будет очень актуальным для наших родителей, для бабушек-дедушек или для вообще очень маленьких детей, которые, допустим, пошли второй класс и им нужен какой-то телефончик небольшой, чисто для связи. По весу смартфон очень легкий, он реально в руке практически не ощущается, он как пушинка. На задней части смартфона расположен основной динамик, основная камера и вспышка. На фронтальной части, помимо самого дисплея, расположена фронтальная камера, разговорный динамик и датчики. На правой грани качелька громкости и кнопка включения. На левой грани нет ничего, сверху у нас разъем для наушников 3.5 и разъем для зарядки microUSB. А на нижней грани расположился только разговорный микрофон. Все остальные разъемы под сим-карты и флешки спрятаны под крышкой. Что касается экрана, здесь не все так гладко, нужно было чем-то, видимо, жертвовать и решили пожертвовать прежде всего дисплеем. Дисплей здесь диагональю 5 дюймов, соотношение 18 к 9 с разрешением 960 на 480 пикселей. ТН-матрица, конечно, просто отвратительная, углы обзора здесь просто отвратные, да и в целом качество дисплея оставляет желать лучшего. Насыщенность никакая, яркость, ну, такое себе среднее, но, опять-таки, чем-то приходилось компании жертвовать. Но зато отзывчивость у сенсора довольно-таки неплохая, как для такого смартфона. А сам экран поддерживает мультитач на два касания одновременно. Сердцем Ligo Z10 выступает уже очень давний наш знакомый MTK6580M, четырехъядерный процессор. Также здесь установлен 1 гигабайт оперативной памяти и всего 8 гигабайт встроенной памяти, что, конечно, крайне мало, хотелось бы хотя бы 16 гиг, но, опять-таки, чтобы сделать цену самую минимальную на рынке, то, видимо, и память пришлось тоже убрать. Но зато под крышкой есть отдельный слот под microSD флешки, и этот слот поддерживает официально до 32 гигабайт памяти. Но я думаю, что и флешки большего размера телефон без проблем будет поддерживать. Батарейка здесь съемная находится под крышкой, заявлена на 2000 мАч, но, по факту, проверив USB тестером, здесь, внимание, 2100 мАч влезло, и это как-то было странно, но окей, в принципе, я не против. Оптимизация, кстати, в батарее в порядке, все отлично, батарейка сама по себе не уходит. Если телефоном не пользоваться, то за ночь примерно 3-4% максимум может съедать, это при том, что включен был Wi-Fi, и не выгруженные из памяти были приложения, которыми я пользовался на протяжении дня. При просмотре YouTube на 50% яркости от Wi-Fi за час в среднем уходит 13% заряда, и для такой батареи это отличный результат. Конечно же, аппарат работает с двумя сим-картами, есть только поддержка 3G-сетей, 4G-сеть телефон не поддерживает, потому что процессор не позволяет. Слышимость при разговоре отличная, я собеседника слышу хорошо, собеседник тоже слышит меня отлично. За работу софта уже традиционно в смартфоне отвечает Android 8.1, Go Edition это такая операционка, которую разработала Google для вот таких вот самых-самых слабых, самых бюджетных смартфонов. Операционка оптимизирована тоже хорошо, насколько это было возможно в таком телефоне, такого уровня, все работает прекрасно. У меня сейчас телефон загружен практически на 100%, там буквально 100 мегабайт свободной памяти осталось, но ничего не глючит, ничего не зависает, все работает так же плавно, как и при первом старте, без каких-либо программ. Из коробки были уже установлены все необходимые Google-приложения, в основном это Go Edition приложения, специально для этой операционки, также Play Market тоже установлен из коробки, есть FM-радио и поддержка всех доступных языков. И так как это чистый Android, то перевод этого Android на русский, на украинский и на другие языки 100% нет, ни единого слова, которое было бы не переведено ни в настройках, ни где-то в пунктах меню. В общем, все отлично оптимизировано для наших стран. Обновлений, конечно же, для этого телефона еще не прилетало, да и не будет их никогда, потому что обычно, как мы уже привыкли, такого уровня смартфоны не поддерживаются изначально, только их выпустили, все, они их сразу забывают, то есть это такие телефоны, которые уже изначально должны работать нормально, а если они работают ненормально, то здесь помогут только кастомные какие-то прошивки от народных умельцев, потому что сами компании эти смартфоны поддерживать точно не будут и не собирались никогда. Кнопки навигации здесь на экраны, их нельзя скрывать, их нельзя менять местами. В общем, вот как они есть, так ими только и можно пользоваться. Из доступных сенсоров и датчиков здесь доступны только акселерометр и сенсор приближения. Все, больше здесь нет ничего, все максимально урезано, чтобы как можно больше сэкономить денег при производстве и как можно дешевле потом этот телефон было продать. GPS-модуль здесь работает, подхватывает спутники, конечно, далеко не моментально, нужно немножко подождать, но зато потом связь держит стабильно и в принципе телефон можно использовать как GPS-навигатор в машине и если ориентироваться на цену смартфона, то его даже можно просто покупать как GPS-навигатор и не использовать его, наверное, вообще как телефон. Но это уже, так сказать, дело каждого и выбор каждого. При такой стоимости смартфона здесь нет ни сканера отпечатка пальца, ни Face ID, то есть таких типов разблокировки здесь вы не найдете. Здесь есть стандартные типы разблокировки. Это просто свайп по экрану или пароль или графический ключ, то есть все, что мы привыкли видеть в смартфонах еще лет, наверное, 5 или 7 назад. Что касается звучания основного динамика, здесь не произошло, конечно же, никакого чуда. Вы сами должны это понимать. За такую стоимость все стандартно. Средний уровень громкости, плохое качество звучания. Главное, что звучание есть и главное, что можно это звучание услышать при телефонном, при входящем вызове. Лего З10 Wi-Fi ловит намного хуже, чем все другие телефоны, которые я тестировал до этого, и это факт. И в тех местах, где мой смартфон, допустим, держит стабильную связь, то есть половина вот этих вот палочек, этот смартфон тоже может держать половину, но в какой-то момент может просто резко оборваться связь, потом через некоторое время подключиться. То есть связь с Wi-Fi смартфон держит неуверенно. С Bluetooth соединениями все отлично. Я подключал наушники по Bluetooth к этому смартфону, и в настройках Bluetooth смартфон даже показывал уровень заряда этих наушников. Дальше переходим к камерам смартфона. Здесь особо нечего рассказывать. Фронталка на 5 Мп, основная тоже на 5 Мп. Все максимально удешевлено, чтобы опять-таки сохранить такую небольшую цену. Основная, кстати, даже без фокуса. То есть здесь фокусировка сразу идет на все объекты. Я не знаю, как это правильно называется. Блин, нужно почитать хотя бы, как правильно называть эту фокусировку, когда камера фокусируется сразу на всех объектах, как обычно это в экшн-камерах происходит. То есть нет фокусировки на каком-то отдельном объекте, ближнем или дальнем. В фокусе сразу все. И, в принципе, наверное, для этого телефона такой камеры достаточно. Фронталка тоже довольно неплохо снимает фотографии для своей цены. Основная камера, кстати, умеет писать видео в разрешении HD 720p. Ну а примеры фото и видео, сделанные на этот смартфон, будут в конце этого видео. Не знаю, кому это будет интересно, но я все-таки добавлю эти примеры в конце. Возможно, кому-то это реально будет интересно. В целом же эта камера годится, наверное, только для каких-то фотозаметок. Я не знаю, ну не более того, потому что, ну реально, на нее снять что-то классное, чтобы куда-то потом выложить, ну это не тот вариант. Я думаю, вы и сами это понимаете. Несмотря на суперскромные характеристики, такие серьезные игры, как Asphalt 8 или World of Tanks Blitz идут, в принципе, нормально, с хорошим FPS, на, конечно же, на минимальных настройках графики. И это, в первую очередь, скорее всего, благодаря тому, что здесь разрешение экрана очень и очень небольшое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом, пожалуй, все. Мой скромный обзор такого скромного смартфона Лига Z10 подходит к концу. Пришло время подвести небольшие итоги. Не знаю, стоит ли здесь что-то говорить о плюсах и минусах смартфона, но, наверное, я расскажу свое мнение. Первый минус для меня это отсутствие индикатора. Да, я до сих пор борюсь за то, чтобы индикаторы устанавливали в смартфоны. Для меня это реально важно. Ну и второй минус, наверное, это дисплей. Мне кажется, что за 39 баксов, в принципе, в наше время можно уже было установить дисплей чуть получше. Качеством, не ТН-матрицу. Ну окей, это уже кому как нравится. Мне лично кажется, что этот дисплей может портить зрение немного, потому что, ну реально неудобно на него смотреть. Сразу болят глаза. Возможно, это только у меня с непривычки. Расскажите ваше мнение. Возможно, вы сталкивались с такими дисплеями, такого качества, с ТН-матрицей. И, может быть, не все так плохо, как я думаю. Но лично для меня это, конечно, большой минус. Ну вот, в принципе, два таких моих, наверное, субъективных мнения насчет минусов. Теперь перейдем к плюсам. Первый плюс – это сборка. Сборка действительно хорошая у смартфона, несмотря на ценовую категорию. Второй плюс, опять-таки, цена 37,99. Еще можно там и было купоны применить на старте продаж, как раз была летняя распродажа. Ну, в общем, удешевить можно было себе покупку как можно больше. Третий плюс – это отдельный слот для SD-флешек под крышкой. Это очень важно, так как здесь всего 8 гиг памяти. И последний плюс – это батарейка, потому что, зная телефоны такого уровня, обычно, тем более Лего, обычно грешат батарейками. Оптимизация всегда у них была не их коньком. Ну, в этом случае все отлично. Оптимизация батареи хорошая. Никуда не уходит в воздух, куда-то батарейка здесь не уходит. Все прекрасно. На день хватает смартфона с головой при среднем использовании. А на этом все. Мой обзор подошел к концу. Я думаю, что здесь итоги особо и не нужны. Да, и я не знаю, что просто еще к этому всему добавить. Наверное, телефон в большинстве случаев подойдет как какой-то второй, не основной смартфон для подстраховки, возможно. Ну, не знаю больше для чего. Да, возможно, родителям, то есть бабушкам, дедушкам еще как-то пригодится чисто там по вайберу фотку скинуть им или видеосвязь какая-никакая, чтобы был какой-никакой доступ к интернету. В принципе, все. Я больше не знаю, для чего его можно еще применить. Хотя, судя по всему, сейчас очень популярны такие дешевые смартфоны на рынке. Не зря же их все выпускают и выпускают все новые и новые модели. Пишите в комментариях, как вы используете такие подобные смартфоны и используете ли вообще в своей жизни вот такие вот супер дешевые, супер доступные смартфончики, на которых экономили на всем, чем могли, чтобы сделать цену как можно меньше. А с вами был Сергей. Спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видеораспаковки и видеообзоры смартфонов и гаджетов из Китая. Ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить видео и посмотреть их первыми. Всем еще раз спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok